всем привет меня зовут вера и вы находитесь на канале посвященном кето питание давайте сегодня поговорим о скрытом сахаре в магазинных продуктах если вы уже знакомы с концепцией кето питания то вы знаете что один из главных шагов по достижению кетоза это полное исключение сахара и крахмала из своего рациона поэтому нам очень важно отслеживать добавленный сахар в своих тарелках если мы будем говорить о магазинных продуктах то давайте составим небольшой список в первую очередь можно выделить такую группу товаров как соусы то есть это майонезы кетчуп и различные соусы барбекю соевые соусы бальзамический уксус кисло-сладкие китайские соусы и любой другой то есть соус цезарь соус салатный соус ну в общем любой соус который вы найдете на полке магазина будет содержать сахар это сто процентов следующая группа продуктов это колбасные изделия практически в любом колбасном изделии которые вы можете купить в магазине будет содержаться либо сахар либо крахмал либо и то и другое колбасные изделия лучше в пищу не употреблять следующая группа это консервированные овощи то есть все что закатана в банки в стеклянные в металлические в пластмассовые в качестве консерванта содержит сахар если сахара в консервах не содержится то там будет такой такое вещество как сахаренат сукралозы цитрат натрия аспартам все эти вещества опосредованно также влияют на набор веса поэтому если ваша задача стоит худеть то пожалуйста держитесь подальше от консервированных овощей в том числе следующая группа это корейские салаты ни один корейский салат не обходится без глутамата натрия и без сахара и сахар и глутамат натрия вызывают резкий подъем уровня инсулина и для кето питания не очень подходит и еще одна группа это рыбные пресервы то есть рыба которая готова к употреблению и залитая каким-либо соусом скажем уксусно-масляная заливка майонезная заливка какие-то там разные розовые соусы и так далее как правило они все содержат сахар то есть тоже нужно быть очень внимательными и тщательно читать этикетки почему важно избегать добавленного сахара потому что продукт с добавленным сахаром провоцирует непрерывное чувство голода и блокирует чувство насыщения то есть мы начинаем есть 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 и не можем остановиться соответственно мы переедаем соответственно ни о каком похудении речи быть не может так что имейте это ввиду причем сахар в составе продукта может быть указан не прямо а может скрываться за такими словами как глюкоза глюкозно-фруктозный сироп декстроза мальтодекстрин концентрированный сок фруктов лактоза крахмал собственно крахмал это будущее глюкоза а будущее глюкозы это выброс инсулина а выброс инсулина это жирозапасание для приверженца кето питания найти какой-либо готовый к употреблению продукт в магазине соответствующий принципам кето очень сложно какой выход выход простой есть максимально натуральные продукты то есть мясо рыба яйца овощи зелень в этих продуктах точно нет добавленного сахара и они точно сделают вас стройными всем спасибо за просмотр до новых встреч